Я рад вас приветствовать, мы все рады вас приветствовать на мероприятии Курилки Гутенберга в рамках фестиваля Просветитель. Перед тем, как начать нашу дискуссию, я бы хотел вспомнить слова Невисопора, о том, что есть в мире вещи настолько серьезные, что о них можно говорить шутя. Мне кажется, что физика частиц — это одна из областей физики, в которой физики отыгрались по полной, к примеру, назвав, введя такие характеристики частиц, как аромат, странность, цвет, запах и так далее. И я рад видеть здесь наших специалистов. Валерия Анатольевича Рубакова, академика РАН, специалиста в области квантовой теории боли и космологии. Вторым нашим специалистом будет Эдуард Эрнстонович Босс, доктор физмат-наук, профессор физического факультета МГУ, руководитель отдела физики высоких энергий Московского государственного университета. Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Давайте мы начнем с каких-то очень простых вещей, которые все вы знаете со школы. Я надеюсь, что вы знаете. В любом случае, меня когда-то этому учили. Что в нашем мире действуют четыре основных взаимодействия. Это гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное. И если вы помните определение учебного учебника, то гравитационное взаимодействие ответственно за притяжение массивных тел и за то, что мы вообще с вами ходим по земле, никуда не улетаем. Слабое взаимодействие ответственно за нестабильность частиц и многие распали. Электромагнитное взаимодействие, это то, что мы все с вами хорошо знаем. У каждого из вас есть мобильный телефон, так или иначе связанный с электромагнитными взаимодействиями. Но есть сильное взаимодействие. Наши поли учили, что это взаимодействие обеспечивает притяжение протонов и нейтронов в ядре и стабильно сиять. И это все правильно нас учили. Только некая тонкость состоит в том, что все эти определения, ну или какие-то из них, они относятся к определенной области масштабов. И на разных масштабах, вообще говоря, силы и те объекты, между которыми они действуют, проявляются немножко по-разному. Вот здесь показана шкала всех наших масштабов, с которыми физика, ну и вообще наука имея дело, от самых больших, связанных с размером нашей Вселенной, видите, вот это один метр, или 10 во второй сантиметр, это типичный размер вот нас с вами и окружающих нас предметов. Где-то тут 10 в 12 сантиметров или 10 в десятый метров, это размеры Солнечной системы. Но об этом еще пойдет речь, вот дальше, в следующей лекции. Ну и видите, если мы начнем уменьшать эти размеры, двигаться вглубь материи, типичный размер 10 в минус 8 сантиметра, это размер атомов. Чуть тут поближе, 10 в минус 7 сантиметр, 10 в минус 9 метра, метра, это знаменитый нано-скейл, нано-размер, нано-масштаб, масштаб нано-физики. Ну а мы продвигаемся вот сюда, где-то здесь есть 10 в минус 13 сантиметра, это типичный размер протона, нейтрона и, может быть, чуть больше размера ядер. Ну а сегодня предел наших знаний о том, как устроен мир, это то, о чем мы с вами будем в основном говорить, это примерно 10 в минус 16, 10 в минус 17 сантиметр. Легко понять вот из этого соотношения, что если мы с вами имеем какой-то ускоритель или коллайдер, когда сталкиваются разные частицы, вот с энергией 100 ГФ, то это примерно соответствует масштабу 10 в минус 16 сантиметра. 1 ТФ, это примерно 10 в минус 17 сантиметра. Ну, как вы помните, большой атеронный коллайдер, который сейчас работает в Женеве, он как раз работает, собственно говоря, вот в этом диапазоне ТЭЛных энергий от 1 до 10 ТФ. Вот прошедшие сеансы были 7 и 8 ТФ, сейчас ожидается 13, 13 уже начался сеанс, дальше будет 14 ТФ. Это вот примерно вот эти вот расстояния, которые можно будет тем самым изучить, как устроена природа на этих сверхмалых расстояниях. Ну, а вот что такое стандартная модель? Стандартная модель, это на самом деле, вот мы в наших лекциях не устояло бы повторять, что модель не очень хорошее слово, чтобы более правильно было бы сказать, что это настоящая квантовая теория поля, такая же, как электродинамика, все время она очень хорошо работает, позволяет учитывать различные квантовые поправки, но, тем не менее, устоявшийся термин стандартная модель. Так вот, это теория, которая описывает, как устроен микромир, вот на таких вот предельно малых расстояниях. Естественно, невозможно вам рассказать за 15 минут выступления детали этой очень красивой теории. Ну, у нас, наверное, на Фейсфаке, примерно годовой спецкурс, плюс еще несколько годовых, как бы, спецкурсов для того, чтобы понимать разные ингредиенты, теория групп, теория поля, квантовая механика и так далее. Но, если быть очень простыми словами, если все сказать, то в итоге все сводится примерно к следующему. Вот все частицы, из которых устроен весь окружающий нас мир, делятся на три поколения. Первое, второе и третье поколения. А взаимодействие между частицами вот этих вот сюда входящих, вот эти поколения, обеспечиваются переносчиками, квантами, которыми как бы обмениваются вот эти вот частицы между собой. Это фотон, глион, которые я уже упоминал, Z-бозон и W-бозон. Это частицы, которые вот не так давно, ну, сравнительно не так давно были получены, и сегодня мы очень много про них знаем. Видите, вот наш мир, вот все мы с вами здесь, мы сами, стулья, я не знаю, ковер, пол. Все это состоит вот из этих вот частиц первого поколения. Из У и Д-кварков построены протоны и нейтроны, а из электронов построены соответствующие электронные оболочки. Нейтрино появляется тогда, когда что-то тут нестабильно распадается, например, нейтрон в свободном состоянии распадается в протон, электронная и антиэлектронная нейтрино, и в позитроны антинейтрино, и таким образом нейтрины тоже есть. Ну, а все остальные частицы, они просто так прямо не наблюдаются, но они рождаются в космических лучах или в специализированных экспериментах на ускорителях и коллагерах. Все эти частицы были открыты, все их взаимодействия были установлены, и недавно была открыта еще одна частица, о которой мы будем говорить более подробно, это бозон Хиггса. Может быть, вы слышали про это. Видите, математически теория, стандарты модель как теория, опирается на целый ряд симметрий. Вообще симметрия – это некое ключевое понятие при построении вот таких наук. Ну, и, значит, основной является так называемая калибровочная симметрия, которая, в общем-то, выбирается по аналогии с тем, что было нам известно в квант-электродинамике, или просто в электродинамике, даже классической, когда вот этот вот принцип калибровочной вариантности, видите, когда есть какая-то симметрия, то эта симметрия соответствует сохраняющейся величине. Вот, ну, например, там, я не знаю, симметрию относительно сдвига в пространстве, вот видите, физика не зависит от того, здесь я стою или здесь, соответствует закон сохранения импульса. Сдвиг по времени, инварианты всех законов по времени, соответствуют закон сохранения энергии. Инвариантность относительно вращения, что законы физики одинаковые в каждом вот так вот направлении, приводит к закон сохранения углового момента. Ну, а калибровочная симметрия приводит, в частности, к сохранению зарядов. Мы хорошо знаем, что заряды сохраняются в окружающем нас мире, электрические заряды. Так вот, да, ну и этот принцип позволяет записать угрожан соответствующую функцию, неважно, вы вряд ли знаете, что такое угрожан, некую функцию, из которой можно получить законы, по которым развивается та или иная система и живет соответствующая окружающая вещь. Так вот, такие законы в ликординамике это уравнение массовых. Вы, наверное, слышали прекрасно про вот такое словосочетание уравнения Максова. Так вот, уравнение Максова является следствием вот этого принципа. Ну, а он обобщается на более сложное взаимодействие, оказывается прекрасно работающим. В итоге, тот вот, эта вот функция, в которой заложено все многообразие всех явлений, о которых мы еще поговорим, и вы будете неоднократно слышать в будущем, это, собственно говоря, видите, вся эта функция помещается, вот эта вот церковская майка, на спине этой майки изображено все многообразие окружающего нас мира. Это просто фантастическая по красоте математическая запись. Она кажется исключительно простой. Ну, на самом деле, конечно, не совсем все так просто, и если попытаться понять, что делают ученые, какие детали скрываются за этой простой записью, то возникает очень и очень много очень интересных явлений. Но вот то, что, может быть, вам, как говорится, стоит иметь в виду, или, я не знаю, запомнить, что стандартная модель, и вот такая элегантная конструкция, которая в итоге получилась, это одно из наиболее важных интеллектуальных достижений человечества за последние, вот, 50-60 лет. Это великое достижение. Видите, опять, вот некий пик, новый пик. Вот это Z-базон. Рольф Хойер, директор ЦЕРНа, говорит о том, что мы поймали эту частицу. Ну и возбуждение в научном сообществе, а это вот Питер Хиггс. Ну, со временем, что очень важно, неоднократно наблюдаются разные печки в разных экспериментах, и люди очень часто заявляют, что они сделали открытие. А потом оказывается, что ничего особенного-то открытого не было. И очень важно в таких случаях посмотреть, как со временем, по мере того, как статистика набирается, все больше и больше событий оказывается доступным для анализа. Что делается с этим печком? Так вот, видите, вот это было, когда печок только открыли, затем большая статистика была набрана, печок стал повыше. Ну и вот это то, что на сегодняшний день мы имеем в результате анализа всех данных на Большого Адронного Ковальдера. Но в данном случае коллаборация СМС, но и Атлас, другая коллаборация имеет такие же картинки. Видите, вполне четкий и очень ярко выраженный печок. Ну и не случайно, в 2013 году, к сожалению, убрал уже ушел из жизни к этому времени, но Энглер и Питер Хиггс были удостоены Нобелевской премии. Вот эта вот формулировка, за что, собственно говоря, была дана Нобелевская премия, за теоретическое открытие механизма, которое обращает наше понимание происхождения массы субатомных частиц, который недавно подтвержден открытием предсказания фундментарных частиц в ходе эксперимента Атлас-СМС на Большом Адронном Ковальдере. Ну и, собственно говоря, триумф, стандартная модель завершилась в своем построении. Ну и кажется, ну что, все, открыто все то, что было предсказано. И, в общем-то, как бы, и что дальше? Ну и вот тут, вот это то, о чем мы будем как раз обсуждать, в основном, собственно говоря, а что же теперь, что же дальше? Ну, во-первых, выясняется, что пока бозон Хиггса найден, измерены квантовые числа, которые в точности соответствуют тому, что ожидается в стандартной модели. Ну вот, точность измерения различных мод по отдельным каналам, пока очень невелики. И, возможно, всякие другие варианты интерпретации. Например, что это не бозон Хиггса прямо стандартной модели, а легчайший бозон суперсимметричного расширения стандартной модели. Или это смесь фундаментального бозона Хиггса с каким-то бозоном, тоже с близкими свойствами, который имеет внутреннюю структуру, так называемый композит Хиггс. И вот тут начинается путь в неизвестное. Дальше дальше шаг куда-то, куда мы не знаем. Но мы знаем, что стандартная модель по многим параметрам ну, как говорится, имеет проблемы. И, в частности, не описывает уже какие-то явления, о которых мы знаем. Ну и не дает ответов на массу вопросов, такие как вопросы «Почему?» вообще ни на один вопрос «Почему?» стандартная модель не отвечает. Поколение 3. «Почему?» «Вот так». «Цвета 3. Почему?» «Вот так». Потенциал бозона Хиггса устроен вот так. «Почему?» Ну, вот так он устроен. То есть, чтобы ответить на эти вопросы, нужно что-то еще. Ну, а вот смотрите, значит, в стандартной модели вот у нас есть масса топ-кварка. Это самая тяжелая из всех частиц, найденных до сих пор. 173 гавра. Ну, это чуть легче ядра золота такой объект. На самом деле, очень тяжелый. Но фундаментальная частица, никакой внутренней структуры не видно. Она ведет себя как точечная при всех взаимодействиях. И у нее масса 173 гавра, а у электрона масса 0,5 ма. Почему такая большая разница? Все массы происходят вот взаимодействия с одним и тем же бозоном Хиггса, с одним и тем же вот этим вот вакуумным значением, конденсатом. Но одни такие тяжелые. Почему так взаимодействие различается? Что их различает? Ответа нет. Ну вот, Валерий Анатольевич будет обсуждать в деталях то, что во Вселенной существует темная материя, я не буду касаться касаться этого вообще и осцилляции нейтрина, и во Вселенной есть асимметрия частица-античастица, и мы не знаем природу цепы несохранения, которая необходима для того, чтобы такая асимметрия была. Ну и мы не понимаем, почему, собственно говоря, одно из взаимодействий гравитационное, почему оно оказалось настолько слабее, чем вот остальные. Это тоже некая загадка. Ответы... Ну а в самой модели Хиггса тоже есть некая проблема, и она состоит в том, что вот такой простейший механизм в озонах Хиггса, он значит, приводит к тому, что если посмотреть квантовые поправки к массе в озонах Хиггса, то они оказываются пропорциональны квадрату какого-то масштаба, какой-то возможной новой физики, которая тут бегает. И оказывается, что эти поправки, они вот так вот сильно, то есть квадратично зависят от этого масштаба. Ну, казалось бы, ну и что? Ну, ну, квадратично. Но на самом деле, когда есть вот такая вот очень сильная зависимость от нового масштаба, ну а мы никаких новых масштабов, кроме как гравитационный, а это масштаб Планга, 10 в 19 ГФ. Представьте себе, мы вот сюда бы 10 в 19 ГФ подставили, то тогда поправка к массе бозона Хиггса оказалась намного больше самой массы, и мы просто не понимаем, почему тогда этот бозон вот здесь, на 125 ГФ, почему он не убежал, почему его масса не убежала туда, к массе Планга. То есть нет никаких объяснений в стандартной модели этого явления. Ну, это называется такими культурными словами, это называется проблема иерархии или проблема натуральности. То есть вот, когда что-то намного меньше характерного масштаба, это, говорится, ненатуральная ситуация. Ну и казалось бы, для других частиц тоже могла бы быть эта проблема. Но для всех других частиц, кроме бозона Хиггса, этой проблемы нет. Потому что есть симметрии, которые запрещают вот такие вот сильные зависимости от масштаба новой физики. Какой бы она ни была. Ну и как бы вот что-то нужно в дополнение. Ну, видите, тут эти поправки можно засчитать, не важно, как это делается, технически. Но если потребовать, чтобы вот эта поправка была бы не больше, чем, собственно, масса, сама масса бозона Хиггса, то получается, что вот этот масштаб должен быть ну, где-то поменьше тела. А это уже та область, которая начала вовсю исследоваться на Большом Адронном Калайдере. И ничего нового не найдено. Это уже, как говорят, некий такое небольшое напряжение. Теншн. Теншн между ожиданиями и... Ну, это вот одна из проблем, над которой сейчас очень большое количество групп экспериментаторов и теоретиков работает, размышляет. Ну, вот на этом я заканчиваю. Это мой последний слайд, который говорит о том, что вот на LHC, как вы знаете, ну, или Большой Адронный Калайдер, или Ваш Адронный Калайдер, или нет, исследовать и только начали в новой области демных энергий, которая называется Терраске, вот эта область. Ну, и возможно, мы стоим на пороге новых открытий. Видите, вот здесь вот этот ученый выписывает такие простые формулы и говорит, в этом месте мы хотим отметить, что уравнение прекрасно упрощается. Понимаете, как-то стандартная модель, она действительно в этом смысле проста. А вот те расширения, которые многие, о которых сейчас говорят, вот они вот часто вот такого вот такого сорта. Ну, в принципе, какой же будет следующий шаг?